Приветствую вас, Кристина. Давайте разберём сейчас ваш вопрос, ваш текст. Смотрите, начинаете вы свой вопрос с того, что вы пишете «Я не могу знать, чего хочу». Я не могу знать, чего хочу, даже если вы написали это случайно, звучит как установка. Как некая такая вот запрограммированная, как некая такая позиция, что я не могу знать, чего я хочу. Ну и если вы считаете, что не можете знать, чего хотите, то вы и не знаете, чего вы хотите. Всё здесь достаточно просто. Это первое. Другой вопрос, как вы к этому пришли? Дальше, вы пишете «Без того, что меня нет стержня, характера и чего-то такого». Что это значит? Это значит, что, во-первых, вы отторгаете сам от себя. Это первое. Второе. Вы имеете к себе требования, которым не отвечаете, из-за чего тоже получается конфликт. Возможно, вы чувствуете себя виноватым перед кем-то, перед кем-либо, неважно, перед кем-либо. И если вы себя отторгаете, то логично, что нет принятия, а нет принятия, нет и, соответственно, прочувствования. Того, что вам важно. Потому что здесь, скорее всего, именно в вашем контексте, речь идёт про то, что вы не просто должны знать, чего хотите, а вы должны хотеть чего-то определённого. В этом проблема. То есть, вы считаете, что вы должны хотеть чего-то конкретного. Вы считаете, что вы должны хотеть чего-то определённого, но вы этого не хотите. Для того, чтобы был стержень, для того, чтобы был, как вы говорите, характер, нужно для начала себя полностью принять. И уже на основе принятия себя, на основе что-то выстраивать, что-то выстраивать. Не наоборот. Если наоборот, ничего хорошего не получится. Ну, собственно, и не получается. Вот, как вы, ну, судя по тому, что вы пишите. Есть ещё один важный момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Заранее простите, если вам это будет неприятно. Заранее простите, если вам не понравится. Но я говорю это исключительно с целью вам помочь. А чувствуется в ваших строчках, хотя их буквально несколько, чувствуется в ваших строчках, что вы как будто переполнены агрессией, переполнены негативом. Это довольно сильное переживание, довольно сильное чувство вероятности, точнее эмоции. И в этом случае, в случае, если эмоция достаточно сильна, существенно увеличиваются шансы того, что вы получаете некую выгоду от нахождения в своём текущем положении. Это значит, что вы что-то получаете для себя, находясь в своём, в своей позиции, в своей проблеме. Тем не менее, вы получаете какой-то плюс. Не торопитесь отрицать это. Я уверен, вы захотите убедить меня и себя в том, что это не так. Дело здесь не в том, чтобы убеждать. Это легче всего сделать. Это легко. Дело в том, чтобы постараться увидеть, какую выгоду вы получаете. Это то, что называется вторичная выгода. Если не верите мне, попробуйте поискать в интернете, что такое вторичная выгода. Вы увидите, о чём я говорю. Вот, вторичная выгода является ещё одним фактором, который, как бы, несколько с другой стороны удерживает вас в этом состоянии. И вы из этого состояния не выйдете. Вы будете снова и снова находить различные доводы для того, чтобы оставаться в этом пусть и неприятном вам состоянии ради вторичной выгода. Вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос. Вообще, научение слушать себя, научение принимать себя – это определённый процесс. Он происходит, как правило, в рамках психотерапии. Ну, никак не в рамках одного вопроса и одного ответа. Это так не работает. Вот то, что я могу вам сказать. Существует эмоциональный интеллект, конечно, который бывает низким, бывает высоким у людей. И как-то обычно бывает слишком низкий, слишком высокий уровень эмоционального интеллекта одинаково вреден. Идеально, когда человек находит баланс. Я бы мог вам рекомендовать книгу по эмоциональному интеллекту, но думаю, почему-то, что ваша проблема не в этом. Не в эмоциональном интеллекту. Он у вас, как мне кажется, неплох. А в том, что вы себя не принимаете. То, что вас бесит. Бесит, что у вас чего-то нет. Да. Это вот ключевой момент. Пока бесит, вы не сможете понять, чего хотите. Ну, и если вы начнете работу со специалистом, будьте готовы к тому, что на специалисте, скорее всего, будете переносить, проектировать свое непринятие. То есть, вы будете специалистом, тоже что-то не принимать. Или отторгать. Вот, поэтому здесь еще есть такой элемент сопротивления, я бы сказал, который может ослазнить работу. Но вам вопроса необходимо осознавать это. На этом все. Я надеюсь, что он смог донести до вас свои мысли по поводу вашей проблемы. Вам необходимо сформулировать свой запрос. Да. Запрос адекватный. Запрос, так сказать, корректный. Запрос реальный, чтобы можно было реально его достичь. Вот. И работать вместе со специалистом, которого вы можете выбрать. Как бы над этим вопросом. Вот так, я думаю, можно ответить вам на вопрос, на вас. Точнее даже не вопрос, а вы, ну, просто твой текст написал. Я, честно говоря, не очень понял вашу фразу, то общие ответы ради рейтинга не получаем. Не получаем мы за ответы на такого рода вопроса рейтинга никакого. Так что, здесь у вас немножко устарьешься информателин. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.